здравствуйте с вами команда sky games и это обзор на недавно вышедшую версию движка unity под номером 4.0 эту версию движка все очень долго ждали и наверное от нас сейчас ждут что уроки будут выходить именно на данной версии на сам последний 4.0 но я вас всех огорчу мы не будем на этой версии снимать уроки мы подождем хотя бы до версии 4.1 так как была проведена большая работа по оптимизации на данной версии и как вы понимаете багов не избежали так что мы пока что побудем на версии 3.5 а потом уже перейдем на версию 4.1 сразу дабы сбежать лишних проблем итак теперь посмотрим что же у нас в движке изменилось начнем с чисто визуальных изменений вообще когда я сюда зашел у меня был первый вопрос единственный как они смогли так испортить окно project теперь у нас она разделена на две части то есть мы его не сможем уже сделать вот таким вот маленьким нам придется растягивать и слева у нас отображается только папки а справа у нас отображается и папки и то что находится в них то есть это такое не знаю они наверное пытались сделать удобно это такое спорное удобство лично мне она не слишком и понравилось вот что мне нравится диск на это у нас появилась такие закладки это все материалы все модели все префабы и все скрипты конечно в них наверно будет довольно сложно что-либо найти какой-либо скрипт или модель но они тут упорядочены все по названию так что найти можно если знать как называется так же тут можно сделать как либо в виде там не таблица просто перечисления папок точнее модели а при вам либо прямо их графического вида далее они смогли исковеркать вот это вот окно сцены это было наверное довольно таки сложно но они выполнили всю свою задачу нас прям сто процентов теперь ну мы укрышил вид окна сейчас подписывается снизу это наверное хорошо но в принципе так можно догадаться что это какой вид сейчас окна ну ладно что подписывается это ладно пофигу мы все так же можно смотреть соси y соси z соси x но мы не можем вернуться в такой угловой обзор если мы нажмем на середину ничего не произойдет это просто по моему феноменальная догадка с их не страны что теперь мы не можем так вернуться пока не повернем плоскость и теперь тут есть два пара ну два вида вот этих поворота плоскости это такая вот и кривая очень неудобная и какая была к сожалению такая вот кривая по моему вылазит первое когда мы нажимаем на помощи на перевернутую похоже и приходится еще раз нажимать чтобы она первоначальный вид все нормально вернулась так что это по моему не слишком удобно стало сравнению с версией 3.5 где она сразу возвращалась нормальный вид и вот работа именно с редактором сцены было намного удобней далее давайте перейдем к технической стороне там все немного лучше чем с графически их не изменения теперь у нас поддерживается платформа линукс что конечно же очень хорошо и платформа google вот эта вот гугловская штука она что-то типа вебплеера но только она находится на начальной стадии разработки и поэтому мы ее сможем запустить только с браузера google chrome ну так же чтобы с помощью ну на сайтах мы могли игры включать мы можем еще и гугловскую использовать что же тут у нас еще произошло новенького самое наверное главное изменение по их мнению оно и стоит на первом месте во всех списках изменений это новая система анимаций в этой новой системе мы можем прям в окне unity скрещивать анимации то есть накладывать их друг на друга и делать еще некоторые настройки с ними короче намного расширили анимации но чтобы научиться ими пользоваться нужен не один час упорного изучения данных методов что конечно же не очень хорошо далее разработчики под мобильные устройства наверно вообще очень сильно обрадуются если узнает что теперь добавлены реал-тайм тени то есть тени будут отображаться в реальном времени в насколько я знаю в мобильных играх от unity 3d этих теней вообще не было далее поди добавлена поддержка 9x11 но это такой спорный плюс потому что на многих комп на большинстве компьютеров 9x11 либо не поддерживается вот как у меня потому что у меня windows xp либо не установлен и такое принципе 9x11 10 отличается на 10 там 20 процентов производительности вы больше времени убьете на создание вот этой анимации под 9x11 анимации эффектов чем вот получите результаты далее в системе частиц добавлен функционал коллизии с миром что же это значит теперь мы можем проверять ну врезалась ли наша система частиц что-нибудь или нет раньше с тем числе было пофигу она идет и через стены там через пол через потолок теперь мы можем это предотвратить так как ну нормальный даже вот если мы дым делаем с помощью системы частиц то он не должен просто сквозь стены проходить теперь мы можем это устроить вот кстати почему-то в списках изменений написано что добавлено платформа flash player но насколько я знаю она у версии 35 было даже не 353 4.6 35 вот вышла тоже недавно практически одновременно 40 вот так что же у нас еще изменилось теперь unity 4 поддерживает у нас 3d текстуры что конечно же очень хорошо и как наши игры будут более красочные такие объемные но и более интересные естественно и наконец-то у них дошли руки до оптимизации гуи гуи работала очень медленно на предыдущих версиях поэтому все расчеты надо проводить не функцию он гуи а функции либо апдейт либо в своих созданных функциях но он гуи нельзя никакие расчеты проводить это вот категорийский я наверное отдельный урок ему по оптимизации он будет многим интересен особенно для моих для мобильных устройств от разрабатывает так что оптимизация более важно так что же у нас еще произошло обновился магазин ассет стор это магазин ассет юнити в принципе там обновление несущественные но они хоть что-то сделали добавлены динамические шрифты а что мои разметки они теперь на всех платформах поддерживаются и все просто замечательно и поправили шрифты в принципе это список основных изменений весь так что устанавливать юники 4 или не стоит пока что это вам решать но я бы вам советовал подождать даю до версии 4.1 всем спасибо за просмотр пока